Привет всем! Меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал записки Гастарбайтера. В данный момент я нахожусь в Сейзере. Эта сеть очень недорогий, закусочный, в итальянском стиле. Здесь довольно-таки вкусно, не так дорого. И вообще сегодня у нас идет речь про такие места, где можно в Китае поесть недорого. Точнее не в Китае, а на юге Китая и крупных городах, где можно поесть недорого, относительно вкусно, относительно приемлемую для нас еду без особых изысков. Но все равно этого будет достаточно, чтобы нормально здесь функционировать, жить и не тратить особо много денег. Потому что в Китае еда является довольно-таки большой статьей расхода для многих. В среднем большинство людей за один прием пищи уходит где-то 50-100 ваней. А вот подобные места, особенно если вы приехали только в начале или студент, то такие места являются отличным открытием для вас. И первое место это, естественно, как я сказал, Сизерия. Здесь еда больше похожа на итальянскую, она недорогая. Не более, наверное, юаней 30-ти. При этом здесь довольно-таки неплохие десерты, неплохая паста. Паста вообще здесь стоит где-то 12 юаней, это около 2 долларов. Кстати, в первый раз Сизери я познакомился в первые два месяца моей жизни в Гуанчжу. Я гулял по городу, зашел в какую-то кафешку, посмотрел, там были очень знакомые блюда, заказал стейк, он, по-моему, тогда стоил 14 юаней. Он был реально вкусный, он напоминал нашу котлету. И после этого я стал регулярным клиентом данного заведения. И по-прежнему я туда периодически хожу, потому что там вкусно, там недорого, там очень-очень вкусные десерты. А еще часто мы туда ходили просто пить пиво. А сейчас я ее напью. Но приступаем в следующее место. Следующим довольно популярным местом, где питаются очень многие иностранцы, является вот такая мусульманка или уйгурка. Это довольно популярное недорогое место, где вы можете поесть от 10 до 20-35 юаней. Вот такой вот супчик я заказал, обошелся он мне в 10 юаней. В данной кафешке в большинстве случаев держат местные мусульмане, уйгуры, соответственно, еда здесь является халяльной. Соответственно, если вы поедаете ислам, то здесь вы можете есть спокойно и за недорого. Кроме того, здесь еда очень сильно похожа на узбекскую, соответственно, это не будет для вас каким-то шоком, что здесь будут какие-то странные блюда. В большинстве случаев здесь будут стандартные, еда вроде плова, супа, лапши с мясом, обычного мяса. Правда, мясо здесь обычно ложат довольно-таки малое количество. Кроме того, здесь все блюда с яйцом. Соответственно, если вы являетесь вегетарианцем, то вы можете также спокойно и здесь есть. И подобные кафешки вы можете спокойно найти, как в Гуанчжоу, Шинджене, Пекине и в любом крупном городе. А если вы будете в Сиане, то там выбор будет просто обширен и в Сиане цены будут еще не евро. То есть цена здесь через 30 юаней, это цены для Гуанчжоу и Шинджене. В других городах они могут очень сильно отличаться. Лапша довольно-таки вкусная, напоминает на всю домашнюю лапшу, то есть ту лапшу, которую делают дома. Мясо, как я и сказал, здесь тот наплакал, вот такие маленькие шмепки. Ну, суп сам по себе также очень вкусный. Так что, если вы приехали в Китай в первое время, то вы можете спокойно питаться в таких местах. Надеюсь, данное видео вам понравилось. На самом деле, в планах видео было выпустить одно видео, где было бы сразу 5 мест или 6 мест. Я сам уже не помню, сколько там мест должно быть, но по ряду технических причин. И потому что у меня тупо сейчас нет банального времени. Те несколько видео, которые вышли неделю назад и вышли почти по очереди, они вышли, потому что в тот момент я находился в России и у меня было больше свободного времени. Но сейчас я вернулся в Гуанчжоу и снова в работе. Но когда был в России, я почувствовал себя, что я свободный человек, не могу делать что угодно и редактировать видео. И больше времени свободного, которое у меня было в России, я посвятил монтажу видео. Здесь же, ну вот сейчас где-то 10 часов. И я вот только что домой вернулся. Представляете, какой график? В общем, надеюсь, что у меня график более-менее сейчас нормализуется. И я все-таки на регулярные пальцы смогу выступать, выпускать видео. В общем, всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok